Здравствуйте, мои дорогие, 5 ноября, 23-й год, сегодня воскресенье, 10 утра, я еду в церковь сама. Даниил сегодня ночью ночевал у товарища, и сегодня рано утром они пошли с товарищем, его возраст, 14 лет, и папа этого товарища на охоту. Значит, сегодня дочь дома, еще спим, значит, я, когда вернусь, я еду в церковь, я не ела, но ничего не ела, не пила, я хочу причаститься. Чувство легкости внутри сейчас, легкости, я вообще-то благодарна Господу за все, вот и за сегодняшний день. Все эти воспоминания, это очень важны, для меня очень важны. У меня вообще, ну, если это видео дневник, и в дни 54 я захотела разобраться в моей жизни, почему все так происходит, все возвращается, вот обратно, 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 обратно. И если там говорят, что там дело в детстве, это вот хорошо, дело в детстве, это, допустим, там причина, а как вот из этого выйти, ну, как из этого выйти? Все равно, вот я вчера ставила видео, вернее, позавчера, вот эти, я ехала в голубой курточке в субботу, выставляла видео там про фальшивые документы моей невестушки, и она отреагировала на следующий день, потому что я в пятницу, когда это случилось с этим вот, с этим парнем, Диланом, а его еще имя Дилан, прям так, как вот зовут лучшего товарища Артура, вот, который перешел на другой свет, который отнял себя жизнь, он не просто перешел на тот свет. И здесь вот я в США, говорю, живу вот столько лет, и когда я сюда приехала, я вообще не понимала, что здесь происходит, вот это вот так, как скрытое, вот такое вот, все такое скрытое, с виду оно все такое красивое, прилизанное, аккуратненько, а внутри процессы жутчайшие, что молодые люди не хотят жить, вот так как этот вот, с пятницы этот парень, я же его раньше не знала, вот, у него случился тот приступ эпилепсии, и, ну, он алкогольно-зависимый, наверное, ну, эти вот наркотиками, ну, употребляет, и американец, и вот дело в этом, вот я стараюсь донесить, что я не виню время, я не виню время, для меня это все вот, как огромный круг, и это мы не то, что по кругу идем, ничего нет нового под солнцем, как сказал Соломон, но он сказал это в экклесиасте, это как шестой день, как суббота, все материальное, все материальное, почему вот иудеи в субботу сидят и ничего не делают на кнопке нажимать, они помешаны на материальном, вот здесь, в этой жизни, они помешаны на материальном, и Соломон, который познал все на этом свете, кроме войны, он не знал войны, и вот этот экклесиасте, это, кстати, не последняя книга, которую он написал, это еще было до покаяния, последняя книга, которую он написал, когда он покаялся, притчи, притчи Соломоновой, а экклесиасте, это вот все насчет материального, что вот ничего нет нового вот на свете, и вот, и это пройдет, и вот, и все это пройдет, это, кстати, он не был пожилым человеком, когда он это вот в экклесиасте написал, он все это познал, он это все вот материально, он был самым богатым человеком на свете, самым богаче тем Коломойского и так далее, если у него было 300 жены, 700 наложниц, а он всю жизнь любил Соломи, вот эту Соломи, девушку молодую, из того виноградника, которую ухайдохали, ее очень быстро, там сколько, ее лет 15 было, она бедная, там, он познакомился с ней, вот и полюбил ее, а потом ее ухайдохали, там, в одном из гаремов, то ли отравили, то ли еще что-то, и вот как Клеопатра, как она разочаровалась, вы скажете, а при чем тут Клеопатра? Ну, потому что царица Египта, хотя она не была египтянкой, царица, у нее все было, она разочаровалась, потому что она проиграла одну битву, она даже до 50 не дожила, если там начнут вам кто-то вливать в уши, ой, а вот Клеопатра, она знала столько языков, я писала как-то на одном форуме, а если она знала все вот эти языки, как она не узнала вот про веру, как она осталась многобожницей, идолопоклонницей, хотя она уже к полтиннику, была возле полтинника, вот я пережила Клеопатру, я имею в виду иудеи, то, что они молились только одному богу, да еще, эти вот мусульмане даже еще не появились, ну, они же тоже одному богу молились, они тоже обрезанные, кстати, сейчас же вся фишка идет на обрезание, Украина, Россия, вот Европа стала модно обрезываться, это что вы подкусите под этих вот, под мусульман или под иудеев, ради чего, так вот, насчет шестого дня, все получите, и шесть дней вот эти вот все блага, которые и дьявол может вам дать, а душа будет неспокойна, не будет счастлива, потому что на седьмой день вот это нужно благословение, а на седьмой день Иисус Христос воскрес, а иудеи все рыдают, а что рыдают? Давид 148, 149, 150 псалом, три псалма, это не последний, последний 151, только у православных остался, сохранился 151-й псалом из септуагенты, вот эти вот ключи последние, последние ключи, они в православии, это мое мнение, да, вот эти вот все ключи, они нужны, почему вот иудеи, они первые, почему им Господь одной стороной открылся, иудеям запрещено 53-ю главу Исаии читать, и им запрещено первое, начало самое бытие, книгу Моисеева, первое, самую первую страницу читать, где говорится не бог, а боги, боги, на русском языке вы там не поймете, а там тоже, кстати, есть боги, на первой странице, боги, а что это за боги, что им даже, им это запрещено даже читать и обсуждать, вообще у иудеев очень строго по возрасту, когда ты малый, там до определенного возраста, нельзя читать Соломона песен, песней, я прочла, я прочла очень, очень юной, у нас Библия была, еще когда мне там было лет 15, и соответственно, даже такого цвета, вот такого черного, как мне от Сансари, ну, одна знакомая баптистка, вот там, да, реально, я могу сказать, это женщина-баптистка, а вот эти вот современные баптисты одесские, я вообще не знаю, откуда они выползли, я не знаю, ребята, откуда они вышли, вот та баптистка, женщина, с которой я до сих пор дружу, общаюсь, знаю ее семью на протяжении огромного количества лет, они из Молдавии приехали, вот как те евреи приезжали из Бендер, из Бендер, вот 7.40, приезжали в Одессу, почему, потому что их высылали, им запрещено было жить вот в городе, не все время, после 8 вечера, а поезд отходил в Одессе, вот 7.40, вот это история 7.40, если там одесситы скажут, ой, я одессит, а что вы вообще про Одессу знаете, что, а что вы вообще про Киев знаете, а сколько лет Киев был под, а теперь вот, немцами, под фашистами, а вы знаете про расстрел в самом центре Киева на стадионе Одесска и Черноморца, всей команды за то, что они выиграли честно поединки, матч у немцев во время войны, их расстреляли тут же, тут же, это кровавый матч, киевляне, расскажите мне, так называемые киевляне, которые поприезжали вообще не знаю откуда, и то, а тут Киев, он не был столицей, он первоначально Харьков был столицей, я ничего против Киева не имею, я ничего против села не имею, я имею против вранья, и брехни, и забывание своих собственных корней, и потом говорите, я такая вот киевлянка, я такая вот одесситка, ты меня приехала, что учить, чему учить, вас забывали вообще, не хотят ничего знать, появляются фото на одесских сайтах, как здорово было при фашистах, вы только послушайте, в 41 сентябре 41 фашисты вступили в Одессу, расстреляли евреев тысячи на площади, на площади Толбухина, там где дом печати был, кто вообще это помнит, это я помню, я помню, когда еще в Одессе градусника не было, что за градусник, это памятник на площади 10 апреля, сейчас даже молодежь вообще не знает, они начинают доказывать, Одесса, не 1719, 4, а значит, 60 года, куда залезли с 600 года, вы знаете, что сколько, значит, 3 года, 41 по 44 Одесса была под фашистами, не только под фашистами, итальянцами и румынами, и женщины наши не рожали отец, не было никаких, ни итальянцев, ни румын, не было, женщины презирали фашистов, наши одесситки презирали фашистов, презирали итальянцев и презирали румын, а те шо, покаялись? А сейчас все мечтают, ездят туда, в ту Италию, нанимаются тем вот выходцам фашистов и моют им зады, если они хотят им мыть зады, да пожалуйста, пожалуйста, я сама работала официанткой в этой вот, в городе, где огромное количество выходцев из фашистов, я говорю за Буэн и Сарыч, когда я там 5 лет работала официанткой, тоже как бы так, услуга, ну хоть не в борделе, там бордели вообще, и там аж слюни у всех текли, я по улице пройти не могла, я бы не могла в этот вот, и куда-то там на дискотеку пойти, меня тащили, приглашали, я имею в виду, не-не-не, не проститутки, а чтоб там танцевать у них на сцене, там еще что-то, типа, завлекаловка, в одежде, все, завлекаловка, это мне тридцатка была, это наши такие вот девушки-славянки, а сейчас поуезжали, украинки, россиянки в Аргентину, и лежат одно место аргентинцам, и я, получается, лизала, я же слизалась с тем аргентинцем, я-то за ним не бегала, но он как бегал, как он рыдал, как он бегал, так вот, знаете, вот, и теперь же, я же сама же в США, поэтому, я не обсуждаю, я не обсуждаю, я не обсуждаю других, я рассказываю, если я залезла в такой тупик, и это не то, что тупик, я же по любви, я все делала по любви, этот же аргентинец мне показывал такие вот черты свои, которые вот 100% работали, а потом оказалось, что он каждый день там ходил, и еще по трем, еще, трем, я же не знаю, национальностей этих баб, гениталии свои показывал, и что у них публичный дом, это вообще как это, как здрасте, как зубы почистить, у них это как зубы почистить, у моей матери и в секте, а вот этот вот Тором, их главное, он говорит, что анонизм, это как зубы почистить, что это сбрасывание плохой энергии, а я вам говорю, это приобретение карманного беса, мастурбация, анонизм, это приобретение карманного беса, православные это называют, это православным языком, карманный бес, карманы, везде есть свой язык, и смотрите, если я когда преподавала фигурное катание здесь, в младших группах, что я вчера увидела, вчера я возила Дженнифер свою на этот вот, на фигурку, одна из учительниц, которая вместе со мной преподавала, и она более опытная, вот она тоже в младшей группе преподает, она даже не знает, как называется на английском пивот, она даже не знает, как он произносится, это она уже лет 15 или 20 детям, и причем она меня учила, как-то, как делать, что делать, а я не веду вот этот вот циркуль, который по-русски называется движение, а там же просто по этим вот, когда группы нужно по уровням, ну, детей научить, чтобы они знали терминологию, на английском языке это не циркуль, ну, на русском циркуль, я не знаю даже, как он на русском правильно называется, это пивот, и я знаю, вот я его именно практиковала вот этот вот весь октябрь, сейчас у нас уже 5 ноября, я просто вам к тому говорю, что сами, они, они даже, они мне, меня критиковали, это вот, а сами даже не знают, как называются элементарные движения, которые, которыми надо научить вот этих вот детей, а еще, почему меня, это я, в моем личном мнении, почему меня терпеть не может вот эта начальница на фигурном катании, вот, кстати, в субботу я отдала этот вот чек дочи, за дочу, за 300 долларов, не сделали же нам никакую скидку, ничего, но доча будет выступать, и мы с ней, с той начальницей, теперь не воровали одну группу, я была у нее как бы помощница, это был один год, и она сама же устроила, она разделила нашу группу на двое, на две части, и устроила соревнования, и в одну из групп поставила меня, а в другую группу поставила себя, и последними соревновались я и она, значит, это было скольжение с этими вот, ну, как бы, не спартанские, это вот, с абстакл, с препятствиями, в таком плане надо было выполнить какое-то задание, там дается мячик, его бросаешь на пол, потом надо было этот мячик поднять со льда, то есть надо было, или надо было упасть, вот, надо было упасть, а она, когда я тренировала, она ко мне цеплялась, что, значит, я неэффективно тренирую, что я там тренирую, зацикливаясь на этих вот, ну, падение детей научить, так это самое главное, подняться и упасть, и подняться, чтобы они не боялись, потому что, чтобы у них не были вот такие панические глаза, что они боятся упасть, самое главное, надо научиться первое, что правильно падать, и вообще падать нужно вот на бак, так вот, она не смогла это сделать, я у нее выиграла, а она, баба такая, она ничего не видит, я же, знаю, там, тренировала вместе с ней, то есть не знаю, что она хотела, чтобы я ей подалась, или что, в общем, я выиграла, я выиграла, у меня, значит, начиналось, до соревнования, надо было скользить спиной вперед, и она, как бы, обыграла вот в том плане, потому что, я реально, у меня была паника, скользить вот спиной вперед, в обратном скольжении, она профессионально занималась, у нее вроде такие, всю жизнь вместе прожили, она такая вот, там, в общем, любимая дочь, все такое, но, и вроде замужем, все, я не знаю, это первый муж у нее или нет, но с детьми нам проблема, в общем, у нее дочка, там, что-то с этим вот, с парнем, как-то не складывалась, в общем, она сейчас воспитывает внука, внуку где-то года 4 или 5, и он был вообще неуправляемый, потому что, и он как раз был у меня в группе, то есть, его оставили со мной, а он не слушался, он бежал куда-то там, с этими вот, к старшим группам, там, где они там тренировались, а я все время с ним вот нянчилась, сложно было, очень сложно, то есть, каждый раз, когда я видела, что он приходил, я такая думаю, опа, ну все, значит, легкого, легкой тренировки не будет, я буду за ним ходить, в хвосток, ну, не надо, потому что, он же, как там, любимчик, то есть, он бабушки, он творил там, что хотел, то есть, он мог переходить, для него эти вот правила бы, ну, как бы, она так сотрела, что правила не для него, вот, и, и, ей же не с кем было его оставить, то есть, она его с собой приводила, как бы на работу, потому что она тренировала более старшую группу, так вот, или, она вот это вот, разозлилась, что я ее обыграла, в этих, в соревнованиях, которые она же придумала, она же поставила, и вот, не знаю, ну, прицепилась, но, для меня, я учу свою дочу, что бабы-завистницы будут, у тебя столько будет баб зависит, такое количество баб зависит, и, я ей говорю, не унывай, не унывай, потому что, Бог, он не спит, наш Бог, Бог православный, Бог православный, гордит Богом, если в себя проблема, вот как в субботу, та, та же орала на меня, та баба наорала на меня, то есть, мой муж даже там был, и это он с ней, она ему не ответила, ну, насчет, там, Дженнифер, можно или нельзя, то есть, я себя как бы на абразуру бросила, и она на меня наорала при всех, и я ей не сказала, слушай, что ты на меня наорала, я по-другому отреагировала, я ее несколько раз повторила, а потом, когда она ту же самую там ошибку сделала, когда, вот, все, Дженнифер может в вторник выходить, я говорю, какой вторник, 28 ноября, 28, это не наша вина, это ты поменяла, ты поменяла время, ты поменяла день с понедельника на вторник, значит, я отказалась от учительницы в четверг, ну, частной учительницы, взяла вторник, и вдруг ты, значит, вдруг сообщение, что будут не в понедельник, а во вторник, ну, фигурное катание вот очень, и она такая, а мы не знали, я говорю, ну, так и я тоже не знала, и еще второе, это же, просто мы увидели, сможем, что меняется время 6 на 7, именно 28 ноября, поэтому я тебя спрашиваю, потому что мы два месяца, получится, она не будет кататься, ну, в общем, и я ей такая, подколола, я говорю, что у тебя в кофе, она, потому что у нас кофе там была, священно там кофе, там, какой-то напиток у нее был в руке, говорю, что у тебя там, ты уверена, что у тебя тут кофе, или это вот, что ты вообще меня слышишь, и такая, вот, с подколкой, а что было лучше, не знаю, лучше было сказать, что ты меня унижаешь, вот что ты унижаешь, мое достоинство, я тебе пытаюсь объяснить, да и орешь на меня, потому что она, очень демонстративно это делает, она прям начала поднимать голос, вот так как мне невестушка, вот это вот, пятница, значит, прошла, хорошо, именно, смотрите, во-первых, унизила мои, то, что я делаю, 40 поклонов, ей что это, я ей что, жалко, ей что, жалко, вот скажите, ее что, жаба давит, вот, что она со мной сравнивается, я ее, знаете, какая жаба давит, мою невестушку, а, у вас дом, а я дядя, с вами сказала, я говорю, Дженнифер, Даниил, а что Валя хочет, а что это у вас есть дома, у нас даже маленького нету, вот крохотного нету, а Дженнифер это не, так пусть идет, это вот, говорит, сколько вам лет, папе 67, тебе 56, у тебя 2 там иммиграции было, 3 института, а ей сколько, это я еще говорю, это, где только час 23 исполнилось, а с 19 уже мечтала, правильно, ей родаки там построили дом, а в этой, не в Главанахе, я в Главанах вообще не была, в дальнике, а что дом, они когда вот сейчас бежали, вот этой вот войны, еще неизвестно, дай бог, знаете, куча же там обстрелов, рушатся, там еще что-то, ну, как на Донбассе было, я не злорадствую, как мне, я, вот, та новая черта моей невестки, которая, значит, написала, что, а я бы раньше, ну, вот с этим парнем, с этим делом, сказала бы, типа, сам докатился, это так бесы говорят, потому что 20 мытарство, не милосердие, если вот я 23 минуты говорю, я заговорю уже, 4 года, 41-го по 44-й, Одесса была под румынами, итальянцами и фашистами, и расстреляли, они уничтожили тех евреев, там же братские могилы, их расстреливали тысячами, потому что сейчас, в одесских сайтах появились фотографии, где фашисты на одесском вокзале, еще том старом, который они потом взорвали, и говорят, смотрите, какая тишина, какая чистота, ну да, поубивали всех евреев, а то евреи плясали на вокзале, 7.40, из Бендер приезжали, понимаете, вот то вот висели, не то что висели, им холодно было, они выполняли те инструкции, и они пытались выжить, они выжить пытались, я поэтому тех евреев понимаю, они выжить пытались, а теперь смотрите, откуда вот это вот небелосердие, 137, на английском 137, 136 на русском, и разбить младенцев о камне, последний стих, если вы возьмете Бонием, Риверсов Бабелон, до начала, вот я ставила эту песню, так откройте 136-й псалом Давида, а он воин был, у него на руках такое количество крови, а папа, он Соломона был, так это Давид был до этого, вот он написал 136-й псалом, ну там он 151 написал, хотя и людей потеряли один, они доказывают, что 150, вы православные, говорим, ребята, у вас, вы писали на арамейском, а за 300 лет до того, как Бог себя проявил в Иисусе Христе, и вот Иисус Христос, 100% его, Бог и 100% человек, за 300 лет до этого, 70 переводчиков, собрали профессионально, посадили в разные места, и решили перевести, перевести, они профессионально, они знали, были, знали греческий, и арамейский, и они перевели с арамейского, весь Ветхий Завет, Ветхий Завет, и пророка, и псалмы, перевели на греческий, и мы этим пользуемся, это септуагинта, и септуагинта, она была переведена на греческий, а я сейчас иду в греческую церковь, иностранную, от Америки, и, значит, от бостонского патриархата, от бостонского, а дальше, вот, за Вторую мировую я сказала, за Одесситову я сказала, за невестушку я сказала, то, что я еду на причастие, то, что ей жаба давит, вот это постоянно, а что, вас 40 поклонов спасут, вы знаете, как бесы из нее лезут, или что, бесы лезут, так смотрите, что с этими бесами делать, так это же не ее вина, если они лезут, так это кто, это же не она себе, то свидетельство о рождении, фальшиво сделала, ее роддаки меня заблокировали, они не хотят отвечать, а смотрите, когда у меня брат болел, то эпилепсией, и мать же пилила, вот, она увидела, что в Библии написано, этот вот эпилепсия, это подуча, после молитвы, поэтому она гнобила Сергея, и не давала ему еду, она его заставляла паститься, и молиться тому Тора по черту, и оно не действовало, а сама она психопатка, она даже не хотела высушить, вы просто не представляете, она его и не кормила, и когда ей говорила, ты хотела убить собственного сына, она бросалась на меня, она бросалась на меня, когда ей впервые стало вот говорить, что это ты его не кормила, это ты не хочешь, она не хотела даже воды ему давать, она не позволила, чтобы я священника пригласила, и собравала Сергея тогда, в 2016 году, когда мать довела его, вообще, ты прекратила кормить, не кормила где-то месяц, и у него все мышцы, вообще все мышцы растворились, остались одни кости, какие же они были тяжелые, на виду кости, я думала, он умрет, это еще до того, как приехал этот вот, как его, я не решилась тогда, как приехал Артур, когда я его вызвала, время ли было, я просто к тому, время ли было, Сергею уходить на тот свет, или нет, я его не причастила, может быть, Господь знает, потому что я, я имею в виду, может быть, мне надо было втихаря пригласить священника, и там соборовать, но я еще плохо, плохо разбиралась в этом, что бы я делала, потому что вот эту субботу, когда я рыдала, вот я рыдала два дня, это прошлую, прошлую субботу, вот и воскресенье, я рыдала, и я говорила своему Стиву, я говорю, меня не кремировать, если я умру, меня не кремировать, я тебя кремировать не буду, потому что он все время говорит, вот я умру, я старше тебя, я умру, а я сказала, это у меня анемия, это ты нарцисс, а не я, это у меня мать психопатка была, это у меня отец, то ли педофил, то ли этот вот, но женился на бабе, которая меня на два года только старше, мне было 23, я умирала с Артуром в больнице, в роддоме, а он это время, показывал гениталии 25-летней, 25-летней, и он все знал, он жил в Киеве, он по 1000 долларов в месяц зарабатывал, и он по 1000 долларов в месяц зарабатывал, когда Артуру было 12 лет, когда операция нужна была, когда у него искривление позвоночника, вот это вот криво, когда ему надо было оплачивать спортивную гимнастику, когда ему нужно было оплачивать вот эти вот лечения, я имею в виду с этим, с туберкулезом, вот это вот, в спящей форме, то, что у него, туберкулезная инфекция, инфекция в спящей форме, то, что у него варикоцеле, отец по 1000, отец, так называемый, который в Киеве был, по 1000 долларов в месяц тогда зарабатывал, и когда это было мне 12, ну, когда Артуру было 12, это мне было 35, а он такого какого возраста, как я, представляете, вот как я сейчас, здоровый, здоровый, крепкий, с баками по 1000 долларов в месяц, а я картошку каждую считала, со своей анемией, я ребенку один йогурт покупала, я еще выплачивала долги, которые у меня бывший муж, хороший педик, хороший педик, хороший, этот вот, педофил, он хороший, его все мои дружбаны сказали, что он такой хороший, а я с бесами, они тортик с ним кушали, представляете, у меня хороший педик был, и хороший педофил, и хороший, этот вот, шизофрения у него, профессиональный, ну, это вот, такие у моей мамы шизофрения, у моего брата покойного шизофрения, у меня брат покойный вообще говорил, который перешел на тот свет, он мне вообще говорил, ребята, он мне говорил, что, Оксана, я убить могу, и мне ничего не будет, и у меня есть справка есть, и я в тот момент, говорил, Сережа, что ты говоришь, тебя же посадят, тебя закроют в психушку на всю жизнь, упс, тебя на всю жизнь закроют в психушку, о, чтобы он хотя бы понимал, и моя мать, когда я привезла Дженнифер, маленькую, она ее бросила, я сказала, я сказала, что я приду по делу, по делу мне надо, посиди с внучкой, ты же, я же тебе привезла из Америки, внучку, посиди с ней, я не хотела ее тащить, потому что как раз была жара, я покупала холодильник своей подруге, вот, я даже не говорила за тот холодильник, иначе бы меня мать съела, не говорила, что я той подруге, бывшая, холодильник покупаю, потому что на 2 года у нее холодильника не было, потому что моя мать бы меня съела, если бы узнала, что я клавки там за 450, или за сколько там 500 долларов холодильник купила, потому что она 2 года, клавка была без холодильника, вообще, у меня уже здесь не красится, женщина, которая с этими вот, с институтом, ну, в общем, дело не в институте, а дело об этом вот, в Одессе, и без холодильника 2 года в центре Одессы, одессы жила но они все все деньги вложили что квартиру себе купить с мужем и у них даже не было денег там сантехника вызвать отремонтировать ванной трубы и чтобы унитаз сливал и этот вот холодильника не было это вообще я в шоке была как люди жили но они они квартиру все деньги вложили в квартиру и как раз прямо в доме напротив где моя лучшая подруга жила вот именно где я училась это просто это просто неимоверно неимоверно именно проспект где гагарина там моя школа это все тоже я там каждый 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 камень вот три четыре минуты я говорю я уже почти возле церкви так вот моя мать бросила дженнифер бросила с моим этим вот психически больным тем вот братом и я потом ее спрашивала слава богу что там ну буквально там пять минут прошло я говорю как ты вообще могла бросить ребенка с братом которого эти вот эпилепсию которого шизофрения она говорит ну что ну что я говорю ты сумасшедший я тогда не сказал что он сумасшедший вот почему я не сказал это ты сумасшедший я пошла друзьям всем говорила представляете у меня мать бросила там это вот это было и а толку я из детства время говорили говорила ты что сумасшедший она и говорила да я сумасшедший да сажай меня психушку она и говорила это она и говорила это мне психопатия но она же в детстве мне когда мне там было лет шесть или семь когда уходили в психушку к бабушке и я говорила что у бабушки она говорит у нее этот вот психопатия она лечится а то у нее приступы значите бывают психопатии вот это не лечится если тихо помешаны вот тихо помешаны не лечится а вот психопатия значит и лечится такого и такая же моя мама вот было так еще хуже очень хуже взять и может и я психопатка была откуда я знаю вот эти бесы небесы а вот что я увидела со стороны как это моя сваха а мое мнение психопатка так это не валя себе сделал эти вот свидетельство о рождении это ее родаки радыки а папанюши увидела махровый нарцисс чисто махровый я я в шоке была что он не вытворил на этом вот на венчании я вообще в шоке была я же долго молчала там когда уже потом я стала выяснять говорю это что в общем я там возмущаться стала после этой вот все проблемы начались когда я поехала на венчание детей а теперь смотрите и когда артур когда артур у меня это я забыла ой я косынку забыла и собой ладно как же еще не в косынках ладно все дочка мне бросила маленькую она перепугалась хорошо что а так получилось что вот мы купили то наконец-то тут холодильник и я свою машу в этом вот в двух кварталах увидела что тут делать на пушкинска где дженнифер дженнифер с ней не было она дома игры что сергеев и я не на я хотела ее побить прям на тут пушкинска вот присядьте если бы от было желание ушу и дать по мозгам вот прямо на пушкинска надо было когда уже вот взрослая вот надо было бы дать по мозгам наверно как я уже взрослая маманя это же было вот лет шесть назад я там хотела едать по башке это вот била скалкой там чем угодно кулаками когда я в детстве очень вот у меня огромное было желание стукнуть ее но я не хотела время терять вообще с ней на разборке я помчалась как ветер прибегаю домой такая с улыбочкой там открыл дверь и дженнифер такая вот сидит трясется я такая привет дочурочка все хорошо бабушка вообще меня оставила это вот я тут одна и доченька все хорошо все это вот представляете вот это вот внутри я же кипела я только не хотела это показывать вот эти сумасшедшие глаза у меня какие вот что у меня внутри там бурлила что я хотела бы мамаши такое будут врезануть вообще надо было тогда поменять уже замки и выкинуть ее на простите вот подальше так она же как еще хитро вы это вот выкручилась маманя она же так и ждала на специально провоцировала она же сергей оставила без квартиры бабки же у нее были у нее на счету сергея же она нищим сделала и она понимала что я его не выкину значит она она мне постоянно угрожала если я плохая мама значит я это вот я бросаю сергея вот и заботиться о нем он твой брат и вот заботиться о нем представляете у меня мало того что трое детей у меня еще это вот еще брат психически больной как я все это разрулю на двух разных континента нас все время вот она она собирала бабки она хотела свалить вот она свалила сейчас в россию вот валюха и ее маманя они кормили ту бабу которая дочит сейчас в россии работает посмотри она же против россии работает она работает одна это вот на торопа на черта на черта для меня тороп это черт это бес открытый они там раз в год собираются надеяна ивана купала или вот бабы фотографии если видео есть они пригласили какого-то фотографа тоже существует царе или еще это вот и он там снимал их короче бабы собираются голые с утра с обритыми лапками на переднем месте бритые обриты и бегают а вот это вот они и купаются там какие-то у них эти вот обряды я там понимаю с утра не только ним а фотографа пригласили и это было в европе в западной европе вот это вот фотография не там голый вот это вот бегают так что я обратила внимание когда смотрел эти фотографии чего у них обритые все лапки вот если бабы там с утра себе собрались бегают окупаются с утра чего у них выбритые все лапки это что это такое что рожать это вот ногу этой в совдепии на заставляли брить эти вот переднее место это что за такое что это у них вот все выбритая весь лобок выбрать бабы всех возрастов 50 60 лет там всех возрастов они себе этих вот лобок у них по выбритый чего это тяжело за этот вот берем фотографии это стоят в интернете в журналах были напечатали в западной европе когда рассказывали про ту секту так я на пока прощаюсь я пойду это вот так